Хм, добро пожаловать, друзья, на прохождение игры Киберпанк 2077. С вами, как всегда, доцент, и мы продолжаем, и у нас появился какой-то маркер на карте. Я думал, как бы всё с новыми маркерами покончено, и вот опять. Что-то здесь есть, новое место непонятно, я искренне надеюсь, что это, наверное, будет связано с киберпсихопатами задание, потому что уж очень хочется завершить. Всё зависло, ага. А когда это завершится, непонятно. Ну, так или иначе, в общем, двигаем на место задания, ускоряемся. Так, нам как? Ага, понял. Значит, поэтому. Давай! Чё? А, Винни Большой, а кто-то как Кэрэлл. Когда общаешься с Панам, следи за тем, что говоришь. Она мало с кем тесно общается, кроме своих. Её легко ранить, хотя она выглядит сильной. Хм, вы подружите сюда. Спасибо. Ааа, ладно. Давай, скорость. Ну... В дерево врезался. Ну, обалденно. Да, на трассе как-то половчее получается. Так. Давай! Ну, ё-моё! Ох, ё! Мины! Хорошо, что я свалил. Так. Давай! Ёптать! Ну, как так, а? Ха-ха-ха-ха! На кактус! Так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Это непонятное задание. Я искренне надеюсь, что это связано с кибер-психопатами. Ну и какого хрена? О! Эй, привет! В пустошах разбился грузовик с имплантами. Кром топовый, но полиция туда не торопится. Не исключено, что аварию устроил кибер-псих, и копы просто пересрали. Неужели это финальная часть, что ли, кибер-психопатов? Никого не убивать? А-а-а-а! Придется тогда... Так, а это что? Крашер. Керезников. Солбрайт. А-а-а! Слезы крови куда-то ведут? Значит, нам сюда Ну И там дымится, и здесь дымится Чую, сейчас дело до драки дойдет Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай Слышу звуки Кибер-психопатка Ее обезвредить надо Эвреал Альма Аль-де-кальда А я могу подкрасться? О, могу Че это было? Че-ка Стоять Здесь никого нету Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай Это электромагнитная пушка Она там по описаниям вроде стреляет сквозь стены Ух ты Ёпси Не, а у этого не стреляет Ну как? Так Давай-давай-давай-давай Давай-давай-давай-давай-давай Ну куда ты ломанулся? Ёпси 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 Ой, не сработало Ха-ха-ха-ха-ха Офигеть Так, ну ладно Так, а ну-ка Попадание идет Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай Заряжают О, отлично Давай, пистолет мой верный Все-таки есть какая-то польза от этих Системное ведение Это киберпсихопатка так выглядит? Или все-таки киберпсихопат? Ну, костюм у них классный Они не о чем-то этого Сандаура напоминают из Metal Gear Че? Прочитать сообщение? О, Реджина Ну че там у тебя? Они везли заложника А, любопытно Отлично Ну а че, киберпсихопаты Все выполнено, да? Его я в машину не отнесу, да? Похоже на то Ну-ка Подождать новостей Угу Встретиться с Панамой Задание обновлено Да уж спасибо Так, а теперь нам надо двигать туда Ну ладно И-ии-а-а-а Давай Скорость Разгон Разгон Вроде прибыли, да? Практически добрались Эк, ну Что там у нас? Здорово, ребят, здорово всем Не обращайте на мой пистолет, Скипи Он иногда Пуляет Иди, твою налево Это ж прям как из Звездных Война Ну как, все готово? Привет, Ви, еще не все Мелитех мог оставить в системах лед Кэрол проверяет Пиджаки еще не обращались к вам Насчет потери? Нет, думаю, нам удалось сбить их со следа Грузовики с большими логотипами Мы оставили у лагеря стилет Ооо Это почти так же смешно Как насрать кому-нибудь по дверь Позвонить и смыться Выглядит так, как будто его только что Пригнали с корпоративной войны Ни хрена себе Неплохо Я закончила В системах чисто А, кстати Что тебе сказал Сол? Пока ничего Мы стараемся обходить друг друга стороной То есть он что Не будет собирать совет? Да ясно, что будет Просто хочет подольше подержать меня в неведении Всегда мечтал погонять на такой махине Вот именно так Всякие наивные сопляки попадали на фронт Ха-ха-ха-ха Ну, Джанни Просто показывали технику Ну тогда запрыгивай Все готово Окей Давайте Его бы на задание брать А у меня он будет в качестве транспорта доступен? Это было бы вообще круто Ни хига себе системы Ну что Давай его заводить, что ли Голову береги Век Вот черт А до нас никто не делал пробный заезд Может нам лучше Все нормально Я сейчас разберусь Ха-ха-ха-ха Да давай все подряд жми А вы заработаете О, вот так я чинил Все проблемы на русской космической станции Ха-ха-ха Как в фильме Майкла Бея Армагеддон А че так ярко? Я нихера не вижу Это не самая новая модель Но Мич и Боб сделали, что могли Как тебе тут? Очень уютно, по-моему Управляют им прямо с места Нужно только подключиться и все Никаких рычажков, кнопочек И мигающих лампочек? Никаких А это че за кнопки тогда? Стару головного мозга Василист как бы становится продолжением твоего тела Такое вот мистическое единство По нам, ты когда-нибудь управляла таким? Нет, а что? Не доверяешь мне? Я еще могу выйти? Нет Тогда доверяю Раз тут все такое мистическое Зачем второй пилот? Для поддержки Моральный Я расскажу, когда отъедем от лагеря Заодно и потренируемся А че, я ничего не жму Чтобы контролировать панцер при сенсорной перегрузке во время контакта с врагом Нужны двое Один ведет, а другой управляет пушкой То есть я буду пушкой управлять, да? Тебе понравится, я уверена Я просто как... Ха-ха-ха Доставка с такси Ха-ха-ха-ха Доехал до клуба на танке Вот это я понимаю Вот это было бы круто Окей Вот так нормально Сначала проведем пробный запуск без меня Нужно же два пилота Ты же не будешь сразу вести и стрелять Начинаем? Давай Ой, бляха, муха Это че? А это все так и задумано? Нейронная синхронизация всегда занимает какое-то время Скоро все будет нормально Вот, видишь? Ядрить твою налево О, начинаю понимать, что ты имела в виду Осваивайся Ой, как она резко водит Просто сделай пару кругов Как она резко ходит Ёп твою налево Главное идет, прям как лодка Ну да Когда летишь про бугры и яму, можно не думать Езжай к тем обломкам Окей, что-то я гляжу тебе скучно Тогда направь его вдоль ветряков Когда скажу, повернешь предпоследнюю вправо или влево Ладно Давай, поехали Не, а вот эта тема прикольная Агрегат такой здоровый А есть что-нибудь еще военное? Налево Очень хорошо Не останавливайся Стараюсь ее вдать Скорость, конечно, так себе Направо Да, вот это было хорошо Направо Ты молодец Рассе-рассе А теперь давай постреляем Притормози и активируй систему Ага Что у нас в меню? Чудо, не жди Василиск, это прежде всего грузовой транспорт Это грузовой транспорт такой? Но все равно должно быть весело Нифига себе Так, подорви вон те машины Отлично Что я не пойму Ааа Ааа Круто Машина теперь мертвее мертвых А я не могу попасть Потому что холм Окей, тренеровка закончена Да не могу Потому что это шнурок Все это не напоминает Одно видео А нам, ты давай не выебывайся А потом будем рассуждать Хуёвое Плохое Оу Оу Ааа Ты же говорила про синхронизацию Я Из-за этого чувствую все в два раза сильнее Это сонзерно оттек Же ощущения Люсь Хочешь Тоже попробовать Оу Давай Окей Давай опробуем эту систему Прям как Тихоокеанский рубеж Как там Дрифт назывался А тут у нас будет Зеи Дрифт Ха-ха-ха-ха Ее, давай Погнали Классная версия Несите сюда Кайдзю Я на заебатом танке БУКВАЛЬНО Начинаем Вандер секс Ха-ха-ха Несите сюда Плюгинге Хаймен Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Ганс Грубер Осталось только что бы сюда Еще два здоровых немца Реально забралось В латексном костюме А вообще было бы замечательно Ё-мы Ё-мы Джан Джанни Джанни Ты это видишь Хотя, да, он же у нас в голове сидит. Конечно, видит. Хотя, походу, не только... Он, походу, не только это видит. Джонни тоже там присутствует. Трое в танке не считает Джонни. Обалдеть. Эх, Джонни, недолага. Ебут тебе мозг периодически. А порой буквально. Ебут. Твою мать. Мы битву проевали, походу. Притом опять буквально. Кошмар какой, а. Хороший танк. Модель просто заебись танк. Ай, контрмеры, валим всех нахер. Не победим, так заебем, да? Как бы сказал Тони Старк. Мда. Офигеть! Офигеть! Машина покойниц Кэзер! Летучий голландец! Контермеры. Так. Стоять. Стоять. Ёпашу налево! Сколько вас тут? Так. Надеюсь, тут никого не передавил. Офигеть! 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 Прошу. Поздравляй. Пора. Поговорить. Э, я это А че я не в шоу? Это главное, оделась, а я Залежал в плаще, вышел в трус Кошмар какой, а Тихо Ребят, это не то, что вы подумали какой кошмар а вот эта игра я тут пока тут это нейронные связи сплелись тут василиска украшала поэтому в трусах так погодите какой кошмар а блин а вот эта игра зачет а чё давайте прям так это в трусах в плаще для большего градуса почему бы и нет а тут еще цензура есть а прикиньте если бы просто вылезает такой легендарный герой ви и его василиск если цензу отрубить да ну да ладно не начинай если я должна уйти из клана так и скажи я уже задолбалась выслушивать твои наставления боюсь придется их выслушать еще не раз потому что теперь ты будешь возглавлять эту семью вместе со мной что я хотел все обставить торжественно но будь по твоему все просто я ошибся ты была права надеюсь последний раз я же я столько всего сделала неправильно ты же говорил что ура товарищи ты рисковала собой ради семьи хотя даже не знала примут ли тебя там на следующий день окей 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 ну тогда довольно много придется поменять и для начала надо убраться отсюда как можно быстрее или тех скорее всего будет нас искать это верно я распишу как нам ехать вот этот чувак похож на картера слейда из-за этого призрачный гонщик спасибо спасибо мне надо немного прийти в себя пойдешь со мной полезли снова в танк на нанотехнологии надо бы надо его было просто назвать заебись танк так примерно так и блин не знаю как бы я без тебя справилась да ну перестань нет правда мы все у тебя в долгу ты можешь рассчитывать на альдекальдер не всегда буду знать оскорпиона как быть с оскорпионом пиво лимонад давай лимонад айлан давай пиво хотя надо было взять лимонад ну за хэппи-энды что теперь босс понятия не имею серьезно зашибись выбрали салта оказался нормальным все было напрасно придется импровизировать в оглянись посмотрите кого у меня угол обзора маленький по нам что ты останься поехали с нами я бы очень хотел по нам правда сейчас наверное будет но но я пока не могу сначала надо закончить кое-какие дела я понимаю такие решения с потолка не принимают я просто подумала ой меня опять накрыло я подумаю над этим обещал опа на ёп твою мать накрылась я пыталась как малый ребенок серьезно охеренчик панама я ви спокойно все хорошо как ты себя чувствуешь Где? Где это мы? Ты потерял сознание надолго. Мы забрали тебя с собой. А куда? Мы перенесли лагерь. Ты в безопасности. Все под контролем. Эх, Ви. А что у него один этот красный, другой? Ви, пожалуйста, скажи мне, что случилось. Кровь, потеря сознания на несколько часов. В чем дело? По нам. Мне с каждым днем становится только хуже. Так, Ви, спокойно. Давай по порядку. Почему тебе становится хуже? Что с тобой происходит? Если я скажу тебе правду, то, что я боюсь, между нами уже все будет по-другому. Ви, послушай меня. Что бы ты ни сказал, это не изменит того, как я. Короче, перестань вилять и скажи уже, в чем дело. Ты знаешь Джонни Сильверхэнда? Ну да, по радио иногда гоняют какой-то штаны. На мне его штаны. В этом все дело. Джонни жив. Он сидит в моей голове. Он что? Как это? Я сейчас не поняла. Это что, метафора какая-то? Долгая история. Я взял заказ, проебался. И теперь у меня в голове живет конструкт Сильверхэнда. Херня! Он тоже не в восторге от всего этого. Оказалось, мы несовместимы. И это проявляется все отчетливее. Ты правда не шутишь. Я пытаюсь с этим жить. Вернее, выживать. Но твоему здоровью это явно не помогает. Я пойду. Мне уже лучше. Правда. Погоди. Я пойду с тобой. А кто это у нас проснулся? Привет, Митч. Наконец-то. Мы беспокоились. Твою тачку я пригнал, если что. Вон там стоит. Но ты же еще пока не уезжаешь, правильно? Все в порядке. Надо же, как быстро вы обустроились. В этом у нас есть кое-какой опыт. Место хорошее. Здесь у нас больше контроля над окрестностями. Остальное приложится. Уже все нормально. Спасибо, что помогли. Что ж, я рад. Угу, ненадолго. Спасибо. Еще на чуть-чуть останусь. Чувствую себя как дома. Помни, наше предложение в силе. Если что-то понадобится, Альды Кальда всегда помогут. Хоть в чем-то мы полностью согласны. Если будет нужна помощь, Ты знаешь, где нас найти. Окей. Классная у них община. Очень... Очень дружная. Может тебя проводить? А этот что продает? Си. Эй. Понятно. О, саку, вов, но. Особенно место там, в инвентаре. 228. Ну, нормально. А, ездила тут когда-то. Здесь точно безопасно? Пока, да. Мелитех так далеко не заходит. Ну, и здесь наблюдательные позиции намного лучше. Эй! Добро пожаловать обратно в мир живых. Спасибо. Ну, наконец-то. Наш спящий красавец проснулся. Ай, да. Вот тебе и побочные, вторичные миссии. Ни черта, они не побочные. Это все временно. Скоро нам надо будет думать, что делать дальше. Угу. И танк с собой забрали. Ви. Насчет того, что ты рассказал. Я не буду делать вид, что поняла. Мне кажется, до меня просто еще не дошло. Но все равно, чем я могу помочь? Честно говоря, не знаю. Погоди, должно же быть что-то. Или кто-то. Помнишь Хельмана? Это он придумал, как создавать конструкты личности. Поэтому ты хотел его поймать. Он не смог ничем помочь. Теперь мне надо придумать что-то еще. Ты придумаешь. Только потом позвони мне. Я помогу. Вся семья тебе поможет. Сол не шутил, слышишь меня? Спасибо тебе за все. За то, что поддерживаешь. Береги себя. И дай знать, когда... Короче, просто не пропадай. Окей. Вот это задание. А почему у меня не работает этот сканер? У меня сканер не работает. Ни оружия, ни сканера, ни хрена. Хоть что-нибудь вообще у меня работает? А ты кто? Есть. У нас вот есть. Есть. Прикиньте, сканер отказал. Он вообще не работает. Ядрить твои налево. А где я вообще нахожусь? Здесь что-то есть, говорят. Не одно, так другое задание. Ну, здорово. Говорят, у тебя что-то есть. Понял. Что происходит? Джейк ранен. Тяжело. Ему нужна новая почка прямо сейчас. Проблема в том, что у него серповидно-клеточная анемия. Так что имплант нужен особый. Как ты понимаешь, в пустошах такой достать будет нелегко. Уряди-ка. Береги вещи Скорпиона. Какие вещи Скорпиона? Стилеты? Да. Мы в этот раз победили. Но большой ценой. Джейк поймал осколок. На полдюйма ниже жилета прошел. Не повезло. Еще не поздно его спасти. Но время уходит. Найт-сити запросто можно добыть имплант. Вопросов задавать не будут. Это да. У Дакота есть человек в одном госпитале. Сказал, сможет выручить. Ну и? Но сначала нужно попасть в город. А в лагере ты видишь, что стилеты могут вернуться в любую минуту. Каждый человек на счету. Короче, Ви. Ты понимаешь, к чему этот разговор. Спрошу прямо. Поможешь нам? Конечно. Можете на меня положиться. Я знаю, Ви. Человек Дакота работает в госпитале в маленьком Китае. Тебе надо только забрать имплант. Деньги переведем по другим каналам. Ясно. Ну, до встречи. Окей. Отслеживаем задание не на вреде. Ладно. А сканер все как не работает, так и не работает. Вы прикиньте? Хрень-то какая. Мне нахер сканер отказался. Он просто не работает. Вообще обалдеть. Что, игру что ли перезапускать надо? Эй, ты, Дам. Ты от Дакоты. Ну да. Имплант у тебя? Да, вот он. Дайналар Суперпочка. Версия для анемичных. Все как договаривались. Да. Деньги придут. Да, да. Позже, я знаю. Мне пора. Операция. Ни хера себе он. Это баскудо. Когда бывало легко. Обезвредить полицейских. Ох ты. Господи, полицейские. Может быть, вы подскажете мне? Как сканер врубить. Не стреляй! Не стреляй! Не буду. Если объяснишь быстро и четко. Что за херня? Меня подслушали. Полиция. Разговор с Дакотой. Меня заставили. Ха. Врешь. Копы не стали бы так стараться из-за одного простого импланта. Нет. Я не вру. Говорят, облаву ведут по Найт-Сити. На всех, кто на стилетов работает. Ну, Дакота же, да? Ладно, неважно. Ты не поймешь. Отпусти меня. Умоляю. Я не хотел в это влезать. У меня не было выбора. В отличие от копов, я не убиваю людей без причины. Господи, спасибо. Спасибо. Ты лучше не бога. Меня благодари. Разве у вас у врачей не так принято пациентам говорить? Вернуться в лагерь. Это все, конечно, классно, но у меня сканер не работает. Подожди, подожди. Полиция записала на имплант вирус. Используй прошивку с этой щепки. Иначе пациент умрет. Это хорошо, что я его не завалил. Теперь надо в лагерь вернуться. Так, я перезапущу. Что-то какая-то херня. Вообще не работает. Сканера. Жесть какая-то. Охренеть не встать. Перезапуск игры творит чудодейственное. Это вообще... Эффект имеет. У меня имплант для Джейка. Только осторожно, на нем вирус. Нужно заменить прошивку. Вот щепка. Ну что ж. Кочевникам всегда особый сервис. Спасибо за бдительность. Приходи через пару часов. Тогда все будет ясно. Окей. Так. У меня, коль работает сканер, я бы хотел бы этот танк проверить. 8 часов подождать надо. Ну-ка, Василищик. Обалдеть. Вандертанк. Так. Ну окей, ждем 8 часов. Только у меня такое чувство, что я, наверное, сейчас подожду 8 часов. Хренакс? Мне это... Как его? Еще кто-то позвонит. И еще доп задание. Ну хорошо, ну давайте. Ожидание недоступно. Схерали. Так. Ёптай. Кибер-психов в последнее время что-то не слышно. Думаю, наше расследование можно закрывать. Заскочи ко мне как-нибудь. Поглядим друг на друга. Окей. Так. Вия поговорила с Элизабет. Я помню своего брата. Это этот... Избирался который. Мозгопромывочный мэр. Кандидат в мэры. Насчет Джейка. Надеюсь, Джейк живой. Джейк! Что с Джейком? Поправляется понемногу. Фу, блин. Я уж думал он того. Я очень рад. Спасибо тебе, Ви. От меня... От Сиски. Охереть не встать. Что-то какая-то тема из Интерстелла разыграла. Иногда я подумываю остаться здесь подольше. А потом приходит кто-нибудь из города и меня отпускает. Угу. Не навреди, задание обновлено. Плюс у меня встреча с Реджиной. И к Джуде надо. Ну, давайте нагрянем. Че у нее там для нас. Вот мы и прибыли на место назначения. Ну, давайте глянем. Я здесь не раз был. И... Закрываем огромный квест. По меркам игры. 17 этапов. Такого еще не было. Так, ну и как мне подняться на... Давай прорисовывайся! Ага, сохранить, разумеется, нельзя нифига. Ну, ладно. И так пойдет. Надо продать лишний лут и вернуть себе этот... Навыки техника. Здорово. Ты... Ты мне что-то хотела сказать? Да. Спасибо, что серьезно подошел к делу. Ты дал большинству киберпсихов второй шанс. Я вообще-то всем дал. Некоторых больных уже отправили на лечение. Даже если их не спасут, можно хотя бы узнать больше о самом киберпсихозе. Классное место. Я отказываюсь верить, что его вызывает какая-то перегрузка имплантов. Кто знает, может я потом смогу написать об этом статью. Теперь надо тебе заплатить. Спасибо. Пик. Ты мне что-то хотела сказать? Про киберпсихоз? Не то чтобы. Но спасибо тебе за помощь. Про киберпсихоз? Ааа. Вот и... Мы еще не закончили? Что? Так а... О чем мы там говорили? О чем уж мы? Про киберпсихоз? Не то чтобы. Но спасибо тебе за помощь. Охеренчик. Зашибись поговорили. Все, поехали. Так, у нас там че? Беседа о революции. К Джуде надо зайти. Офигеть, осталось-то всего-то немного. И приступим к основной сюжетной линии. Это очень классно. Тык. Ага, новая зона, новая. Это... Че у нас там где? А, рядом относительно все находится-то. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так. Сейчас самое главное выйти как-нибудь. Ой, блин. Че-то я немного не туда куда-то прибежал. Надо в другую сторону. Ладно. Будем тогда. Действовать более... тактично. Ну там, по-моему, река. Надо ее перепрыгнуть. Нет? Или да, или нет. Ой, епта. А, ну да, это хорошо, что и это. Иначе бы все могло получиться не так. Как я планировал. Ну че, Джуди? Я не это, не сильно опоздал. О! Нано-дверь. Прям как в фильме Дума. В который там зомбарь застыл. Вот был бы номер бы, если бы ВИБа так. Ну ладно, ждем. Этот, походу, с ума сошел. Как его... Кандидат в мэры. Пользователь заблокирован. Походу, его все-таки нашли. Точно. Привет, Виви. Еб твою мать, ты кто? Питца остывает. А ты кто? Сканируем! Том Кальдера. Вы кто, мать ваш, такие? Мы как раз тебя ждем. Садись. Это Роксана. Она работает в облаках дольше нас... Джонни уже там сидит. А это Джонни. Певец. Пиздец и на игре дудец, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Краткая характеристика. Так. Сесть на стул. Так. Здорово, ребят. Крутые собрались. Я слышала о твоих подвигах в облаках. До сих пор жалею, что у меня был выходной. Доедай свою халявную пиццу и дельтуем отсюда, окей? И эти, главное, задвигались. Ну, обалденно. Так. Роксана. У меня есть другие дела. Да, я ей все высказала, когда она вернулась в глаза. Блин, глазища красная. Мы думали, что у нее все получилось, что она вырвалась. Но в глубине души я была рада опять ее увидеть. Такой дурой себя чувствую. Так. Ты решила присоединиться, потому что хочешь отомстить за ней? Ну, это тоже. Но вообще, я просто хочу нормально работать. Без страха и принуждения. Это что еще за? У тебя до сих пор тут воняет трупом. И так все время, да? Блин, да. В чем секрет? Так, что за планка придумала? Я бы тоже хотела узнать. Я модифицировала поведенческий чип. Он будет оснащать кукол системой мускульных реплексов, которые... Короче. Они смогут драться как соло. Потрясающе. Работа над фальшивыми оргазмами Шельм не прошла даром. Выйди, пожалуйста. Здесь у меня никто не курит. Ничего, проветришь. Ой, что-то нагнетается обстановка. Выглядеть будет так, словно тело выполняется... О, Джонни там с ним пусть побазарят. Мы уже это протестили на Томе. Импульсы чипа подавляют природные рефлексы. То есть человек по-настоящему переживает что-то типа киберпсихоза. Но примерно то же самое происходит и когда мы работаем с клиентами. Не верю, что у этого чипа есть одни только достоинства. Что с побочными эффектами? Полный боевой режим автоматически запускается в случае угрозы. И из него нельзя выйти. Этого я обойти не могу. И это все? Не знаю. Чтобы это выяснить, нужно несколько месяцев тестить чип на кучу народа. Есть еще и моральный аспект. Можно убить человека и даже ничего не вспомнить. Что-то я не до конца. Это, видимо, часть информации прослушал. Ввиду предыдущих охерительных миссий. Они хотят... Ви, а ну соберись. Да, старайся, все хорошо. Вопрос-то на 20 сил. Давай, Соло умеет не только выполнять заученные движения. То есть мы хотим куклы обучить драться, как Нео в Матрице, да? Я знаю кунг-фу. Тебе важно не только правильно двигаться. Блин. Можно настроить мышление так, чтобы понимать решения в лесе. И тут тебе такая-то заявляет, я знаю кунг-фу. Сомневаюсь, что твой чип может... Покажи мне. Наверное, ты прав, но другого выхода я не вижу. На то, чтобы обучать людей, у нас нет... Мало того, что... Как говорится, отъебали, так еще и отпиздили. Ну... Если бы ты такое выдала, тигриные когти приехали бы с отвертками и выковырили эти чипы из кукол. Ладно. Покажи, как это работает. Хоть кто-то это сказал. Том? Че, сейчас будешь в боевом режиме? Это я взяла из обучающего вирта про кунг-фу. Эк. Ну. Этого недостаточно. Ножи метать. Не убедили. Покажите лучше, как наши супер-куклы справляются с реальными трудностями. Да. Предлагаешь бой? Ну да. Давай. Только не разнесите мне хату. Я к ней привыкла. Ну, подходи. Давай, Том. Ааааа. Ух ты. Ни хера. Эй, ты меня слышишь? Что я умею-то? Вы видели? Здесь. Если у тебя есть возражения, высказывай. У кого у меня? Я вообще вовсе. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я... Ты не веришь, люди. Это фантастика. Если продашь технологию, станешь самой богатой джиней. Я на защите бы этого так бы. Не. На свете и так полно вашим любвистиям. Какой-нибудь... Работы научные. Какого-то возражения есть у профессора? Сейчас руководитель сидит. Кто я? Я вообще в ахуе. Ха-ха-ха. Ви. Ха-ха. Так. Окей, окей. С этим разобрались. Чип работает. Давайте теперь к делу. У вас есть элитный отряд из трех дуболомов и инженера. Что дальше? Мы обезвреживаем всех охранников и тигриных когтей, каких встретим. Обезоруживаем их и выводим на улицу. Оп. И облака наши. Офигенный план. Боссом ставим ультиматум. Мы отдаем им процент от выручки, а они больше никогда не появляются в клубе. И никак не участвуют в его управлении. Так я и думала. Безумный и наивный план. Ты не видишь дальше одного хода вперед. Если убить пару лбов из охраны, это ничего не решит. Когти пришлют новых. Надо убирать самого Хироми Сато. Уровень преступности. Это все. Хироми Сато? Кто это? Настоящий босс облаков. Приходит редко, но никто и чихнуть не смеет без его позволения. Когти его уважают и слушаются. Он один из них. Можно попробовать с ним договориться, но шансов мало. Я бы лучше подумала, как его запугать. Так, отлично. Где нам найти этого Хироми? В мегабашне. H8. У него пентхаус с панорамными окнами на последнем этаже. Он оттуда почти не выходит. Я найду способ вас туда провести. Хироми Сато. Ага. Так. Том и Рокси пойдут к Хироме? Нет. Надо ударить с двух сторон одновременно. Они займутся охранниками в облаках. Массированная атака. Неплохо. Хорошая. Я бы подкараулил его на улице. Не лучше будет напасть на него на улице, когда он будет сживать хот-дог или отойдет отлить куда-нибудь в переулок? Какой смысл нам пытаться штурмовать пентхаус, где сто процентов полно охраны? Хироми никуда не выходит в одиночку. Так что, во-первых, без разницы. А во-вторых, это просто демонстрация силы, наших возможностей. По ножовщиной ты никого не испугаешь. Ну как? Ви, Том, Рокси. Согласны? Вы готовы к такому? Джонни? Мне надо подумать. Я еще никого в жизни не убивала. А я готов, хоть сейчас. Ви? Ты что, реально хочешь согласиться? Мы же не будем рисковать жопой ради кучки каких-то шлюх. Мне бы не хотелось никого убивать. Поддерживаю. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. Главное показать, что Хироми ничего не решает. Тогда боссы быстро... Я своим мечом аккуратненько их оставлю без сознания. Я с вами, Джуди. Я же сразу сказал, что помогу. Спасибо, Ви. Оставьте благодарности на потом, окей? Я дам знать, когда организую... Да что ж за приходы такие, а? Приходы ловлю. А ты опять голова разболелась. Черт. Прикинь, мне страшно, Ви. Кстати, насчет благодарности. То, о чем я тебя прошу, такое обычное никто бесплатно не делает. Я понимаю, ты хочешь помочь, но я готова заплатить твою полную ставку. Это будет справедливо. Джуди, ты серьезно? Что вообще за глупости? Стоп, стоп, стоп. Ни слова. Ну все, опять. Да шо ж такое? Ви, что с тобой такое? Все. Все. Мне уже лучше. В чем дело, Ви? Ты чем-то болен? Помнишь налет, который заказала Эвелин? Мне надо было выкрасть биочип. До конца жизни его не забуду, наверное. Этот чип... Короче говоря, на нем сознание Джонни Сильверхенда. И оно сейчас прописывается поверх моего. Ты это серьезно? Уж куда серьезней. Блядь. А с этим можно что-то сделать? Надеюсь на это. Уже поздно. Ты устал. Можешь лечь на диване, если хочешь. Ну давай. Здесь. Да. Спасибо большое. А то че ты меня... Не за что, Ви. Чувствуй себя как дома. Так. А то бы я, наверное, вышел бы и все. Не было никаких кат-сцен. А сейчас, наверное, может быть, что-то еще будет. Хоба. Так. Так. А че за кровище? Это че за кровище на стене? А, блин. Надо было бежать. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо, спасибо. Так. Че у нас там по заданиям? Выйти из здания. Выйти из здания. Выйти из здания. Мда. Офигенные задания поперли. Секси танк, секси бой. И все нас... И все нас, главное, постоянно это. Ха-ха-ха. Тянет. Как только можно. Так. Ладно. Нам туда, да? Ну че, как? Серия умопомрачительных прыжков? Так. Че? Выясни, что-то обсуждали, как все прошло. Кто такая Кэрол? Че это было? А че это было? Увидали? Че-то как-то это. А то это... Ой-ё-ёй. Как-то закрылось. Он как-то слюни пустил. Ха-ха-ха-ха. Блин. Кого на дело берете? Девки? Это проблема. У вас... У вас тут посреди задания один может начать слюни пускать. А потом и рок-музыку исполнять. Ёп твои налево. Так. И-эк. Хоба. И-эк. Давай-ка. Ёп. Отлично. Вот я и добрался. Все-таки двойной прыжок это что-то с чем-то. А уж то, как я... О, тут надо кому-то помочь. Сдавайтесь, это полиция. Мой пистолет сейчас прорисуется, поэтому никому не двигаться. Погодите. Ну, как-то такое, паскинг. Ты-эк. Так, в смысле? Кромысли, ё-моё. Спасибо. Ёптать. Так. Ой-ой-ой. Что-то я незаконное делаю. Обнаружен новый магазин. Запишите пользователям. Ой. 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 Да ладно, хорош. Вроде повырубал. Ну, там кто-то... Вроде куда-то побежали, спрятались. Но тут вообще страшные вещи творятся. Тут порой... А-а-а. Мертвые тарантасы разъезжают. Как летучие голландцы. Так что надо быть готовым ко всему. А-а-а. Так мне сюда надо, ёптать. А-а-а. Блин. А-а. Всё относительно рядом. А я-то уж думал, мне придётся это... Пилить и пилить. Где? Стоять. Мне нужен ты. Ну-ка, стой-ка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да стой ты! Ну всё, я ещё и двигаться теперь не могу. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ох ёпт. Блин, это было опасно. Так. Ну ёпт твою мать, сдох! А-а-а. Твоюши налево. Оказывается, задание-то как бы выполнено. Теперь осталось только сюжетное и одно вторичное. И больше ни хрена. Вот дела. Так, хорошо, тогда я сделаю то, чё я... О. Приходит в себя. Фотки Рэнди. Спасибо за фотки Рэнди. Меня интересует другое. А что будет, если я прозвоню всем вот этим вот? Вот просто, если всех прозвонить на данном этапе. Что мне вообще светит? Администратор Мегабашня. М-м-м-м-м. Понятно. Общество Бардмаса. Мстители, что ли? О. Я, кажется, знаю, чё я сделаю. Ну, давай-ка вот так вот. Чё у нас там ещё? Иси-де. А она не отвечает. Нифига себе. Вот это выводило ядрить ваш налево. Переехал всех там, походу. Чё-то никто не отвечает. Эй, осторожно! О. Блин, может быть, у главного героя баланс того сел. Короче, я так полагаю, это внутреннее занятие. Надо, я думаю, отмотать. О, погодите. Это чё такое? Так, открыть. Было круто. Охереть, как круто. Так. Так. Угу, а то чё-то нервно, чё-то какое-то это, не сдавайся. Не сдаюсь. Так, ладно. Охеренчик. Дина Динович набрался, ну-ка. Ты сам-то ещё выступаешь с группой? Да ну, когда мне весь белах. Ну ещё соберусь, тряхну стариной. Я как-то был на твоём концерте. О, как приятно встретить фанатов. Ну как, понравилось? Честно? Не особо. Самый яркий момент, это как ты... Что-то я уже этого Дина Диновича не особо и помню. Бандиты с толчка ещё соберут стадионы. Но сначала бизнес. Так. Ну, как там оно в деловом квартале? О, парень, этот город в огне. В каком огне? Объявилась эта баба из Арасаки, и все пиджаки задрестали, как от вчерашнего хот-дога из Кальента. Короче, дела рванули в гору. Всем нужен старый дядюшка Дину. Ты знал Джонни Сильверхэнда? Ну не настолько же я старый. Хотя как-то был на его выступлении. Шискач, конечно. Хорошо играли? Нормально играли. Вот только Джонни объявил, что запер в гримерке на Розаковского пиджака. И типа, если их не вызовут на бис хотя бы трижды, он пиджаку-вывеску попортит. Такой вот он был, Джонни. Крутое, Джонни. Ладно, Дина. Рассказывай, где тут потусоваться. Отдохнуть хочу культурно. Слыхал, у Кэри Евродина будет на днях грандиозная туса. Я тебя туда проведу. Договоримся, Кэри меня любит. Окей. Мне пора. Ну, лети. Так, это у нас был Дина Динович. Элизабет Паралис. О, интересно. Та самая, которая, это, обрабатывали сознание. The number is not available. Please try again later. Так. Элизабет Паралис, Эвелин Паркер, Химы. До хера сколько всего. Ого! Позвонил Джеки, который это того. Я понятия не имею, где ты. Как ты. Все катится к херам. Если ты. Если ты меня слышишь. Господи. Да что я делаю? Офигеть. Номер временно недоступен. Оставьте сообщение. Со мной тут такое было, ты не поверишь. Декс приказал меня грохнуть. Меня застрелили, а я воскрес. Не успел обрадоваться, как выяснил, что у меня теперь в мозгу бомба. Прямо как в боевике каком-нибудь. Слушай. Я не знаю, как ты там. Где ты там. Но ты держись. О, тяжелый звонок. Очень тяжелый. А, и еще. Я познакомился с Джонни. Долго рассказывать. Но вы бы с ним не спелись. Ты-то сразу чуешь, когда тебе Пургу гонят. Обалдеть. Кстати, я вижу Кирка. Это тот самый Кирк. Охерительный этот фиксер. Номер временно недоступен. Оставьте сообщение. Джеки, я... Как же это тупо. Обалдеть. Очень-очень тяжелый Демжус. О, семейство. У меня ее номер есть. Нелегко в одиночку растить троих детей. Ха-ха, не здрасте, ничего. Нелегко в одиночку растить, да. Когда он не появлялся дома, мне было проще. Вот этот диалог начался. Не приветствуют даже друг друга. Только бы не видеть его рожу. Настолько плохо. Так этот диалог был уже. Вот и все, что имело для него значение. А дома? Всякая баба. Однажды он взял Дориана в город. Ехал по делам. Решил заодно провести время с сыном. Вернулся среди ночи пьяный в говно. Кратос продает хавку. Нифига себе. Ты вызвала? Бой! Я нашел его в баре и привез сына домой. То есть, без него тебе стало легче? Неделя в подушку проревела. Моего мужа убили. Отца моих детей. А, сочувствую. Рэнди изменился. Замкнулся в себе. А у меня, кроме него, еще двое мелких. Что с ним тяжко было? Что без него? Уж не знаю, что и хуже. Как он умер. Альда Кальда сказали, что умер достойно. Видимо, по их понятиям. Я была на опознании. Вместо лица Каша. Что там достойного? Вот этот вот вряд ли будет что-то обычное продавать. Как, Ривер? У вас все наладилось? Да. Наконец-то нашли общий язык. Лучше поздно, чем никогда. Хоть какой-то плюс в этих обстоятельствах. Когда я подумала, что больше не увижу моего Рэнди. Но все закончилось хорошо. Рэнди вернулся ко мне. И брат тоже. Угу. Так. Надеюсь, у Рэнди больше проблем не будет. Я уж не знаю, чего от него ожидать. Он изменился после потенции. Кинг Пинг так посмотрел на эту картину, а обратно пошел. Да не будет, это был тяжелый удар. Но теперь после всей этой истории, может, что-то станет лучше? Может. Не сомневаюсь. Не сдавайся, Джосс. Держись там. Всего хорошего. Так. Что там у нас еще? Джуди Альварес. Отправилась на дело. Что нового? Да че-то как-то и ни хера. Вышла тут на меня какая-то Элизабет. Ей нужен человек, который сечет в брейндансе. Я ее к тебе отправила. Спасибо, что вспомнила про меня. А, да не за что. Надеюсь, мы тебя не обидели. Так. Положи трубку. Так. Так. А уж брейндансы, тем более. Это же отличный источник информации. А в смысле, можно посмотреть, кто кого и чем убил? Ну, типа того. Но ты воспринимаешь Вирта иначе. Для тебя это искусство. Слушай, мне вот интересно. А почему именно порнуха? Разве не очевидно? Две минуты страстных стонов, и у тебя куча денег. Это да, но мне казалось, что ты как-то против объективации и вот этого всего. Объективация? Но у меня такого нет. Мои актеры любят то, чем занимаются. Поэтому все их обожают. Эмоции и чувства нельзя имитировать. А как ты вообще занялась брейндаусом? Ах, охерительная диалогия. Меня с детства интересовала техника. А когда попробовала первый Вирт, тут же подумала. Блин, а ведь можно сделать круче. Ну и попробовала. И все получилось. С тех пор не могу остановиться. Давай о другом поговорим. Без проблем, я не спешу. Что нового у Шельма? Ну, Сьюзи меня игнорирует. Все как всегда, без изменений. А давайте вместо Сьюзи сама возглавишь Шельм. Ха-ха-ха. Нет, ты чего? Я уж лучше буду с брейндансами ковыряться. Если вдруг по мне не видно, я не люблю работать с людьми. А как ты вообще связалась с Шельмами? Ну, решила, что они и правда смогут что-то изменить в городе. Поверила я в них. И как обычно, ничего не вышло. Да не, просто не в том масштабе. Каких-то кукол они действительно спасли. Это уже кое-что. У меня есть еще вопрос. Валяй. Да нет никаких вопросов. Ну, рад был поболтать. Я на связи, Винь. Звони в любой момент. Угу. А этим сейчас придет конец. Во! Мама этого, Джеки Уэллс, ответила. Ну как, что у вас тут интересного? Интересного? Здесь? Ха. Ничего. Потому-то ребятишки и подаются в банды. И работы, и перспектив. А из банды только два пути. Конец близок. Или за решетку. Или в землю. Этот район давным-давно загнулся. Ну как вы поживаете? Я потеряла сына. Сам-то как думаешь? Прости, Ви. Я не хотела. Я просто... Мне ведь даже тело не отдали. Говорят, похороны устраивают для живых, а не для мертвых. Как я могу с ним попрощаться, если мне даже не дали его похоронить? Мипропил Ихо. Понимаю, мама Уэллс. Да, это, конечно, тяжело. Извини, не могу об этом говорить. Ладно. Митч Андерсон ответил. Ты не планируешь уехать из Калифорнии? Нам нужна работа. И желательно денежная. Такую теперь можно найти только в Найт-Сити. Но в Найт-Сити ты рано или поздно наступишь на ногу какой-нибудь большой шишки. Так что поживем, увидим. Ты, Панам и Ковбой. Рассказывай, что там за история. Да нет никакой истории. Так, забавный эпизод на дороге. В нашей жизни таких много. Давай рассказывай. Ну, мы с Панам везли груз из Сан-Франциско в Канзас для одного из ковбоев. Так мы называем владельцев огромных ферм по производству синтетического мяса. В Канзасе полно таких. Но Панам ни разу не видела. И... Приезжаем, значит, разгружаемся. Вентили для бойлеров, что ли, везли. Не помню. Вонища невыносимая. Панам стоит зеленая. Видно, плохо человеку. И... Подходит хозяин с ковбойской шляпой в руке. Собирается поздороваться. И тут Панам... Нет. Панам сгибается пополам и плюет ему на сапоги. Ну, думаю, накрылось дело. А он, знаешь что? Кланяться, говорит, не обязательно. Можно просто руку пожать. Неудивительно, что Панам сразу поняла, на что ты ей намекал тогда, Вави. Ладно. Время охерительных историй закончилось. Это я ему номер этого. Из-за слоника зеленого, братишки. Да, вот он ему и будет рассказывать. Так. Мистер Хэнс вообще, кто такие? Ого, еще диалог. Когда мы можем встретиться лично? Никогда. У меня нет ни имени, ни лица. Для тебя я, мистер Хэнс, из телефона. Работаем так или никак? Офигенно. Скажи-ка, Хэнс, как ты прибрал к рукам Пасифику? Мы так похожи. Я тоже подавал большие надежды, а потом ушел с радара. Как и Пасифика. Тут куда больше движухи, чем люди замечают. А когда они это поймут, будет поздно. В Пасифике теперь сетевой дозор трется? Да, они явились в Гим и открыли ворота в ад. Вышибли водуистов с нетранерского трона. Потребление электроэнергии в районе упало вдвое. Привет. Тебе это парит? Знаешь, что нужно бизнесу? Статус-кво. Теряешь статус-кво. Бизнес летит в трубу. Не запомни на будущее. Такое по телефону не обсуждают. Ты чё такой дерзкий-то, ё-моё. Не теряй времени. Я ему все задания выполнил. Просто по высшему разряду. Он всё ещё это... Кто там у нас ещё? Обалдеть. И во сколько всех обзваниваю. Сейчас и этот ответит, разумеется. Это же тот же... Тоже фиксера. Потом поговорим. Уже с ним говорил. У меня всё это... Вот такой посмотрел. Так вот. Ага. Никс. Чё за Никс? Тоже. Блин. Никс. Кого он напоминает? Он этого Тисси Карсона напоминает. Актёра озвучки и актёра кино. А Кратоса в оригинальных частях. Блин. Один в один. Точно. Кого же он похож, а? Реально. Никс, короче, это... Может быть, даже и озвучивает его в оригинале. О, зуб. Я-то ему морду уже раскласил. Человек-граната. Гранатонос. Носогрен. Гренонос. Так. Не отвечает за сранец. Панама. О, на Панаму должны ответить. Как у вас дела с бестией? Да ничего. Постучи по дереву. Наладили отношения? Мы старательно избегаем друг друга, и меня это полностью устраивает. С Кантао проблем нет? Сейчас все в порядке. Они отправили еще один патруль, но абсолютно уверены, что это стилет избили их ави и напали на охрану Хельмана. Владелец заправки тоже так считает. Короче, пока можно выдохнуть. Как вы дела? Смотря какие дела, и смотря что ты хочешь услышать. Ну, как обычно. Я так по тебе скучала. А я вижу, ты уже прокрутил этот разговор у себя в голове. Привычка, наверное. Панам. Вообще-то прав. Я скучала. Ну и пока. Блин, ну диалоги. Я обалдею. Я скучал. Ну и пока. Затролю на. Пласит. А, Пласит это, по-моему. Кидок. От водуистов. Который вирус мне зашил, и только благодаря Джоне я спасся. Ладно, ищем еще диалоги. Хорошо. Во. Че это было? Нихера себе. Погоди-ка. Эй. Я тебя набираю. Звони, хорошо? Ха-ха-ха-ха-ха. На секунду варианты диалога появились. Иди нахер, хорошо? Ну, он там сказал, перезвони. Но, по сути, это звучит так. Охерел, что ли? А, он там, по-моему, этот чинит. Генератора. Поэтому он, как бы, не может ответить ничего. Че за Сантьяго? Какие-то номера. Что это вообще? Какой-то этот... Рогатый. Мда. Соло. Кстати, Падр, следующий мой йод. Падр что-нибудь да скажет, он должен ответить. Слышал про Сантьяго. Он тоже был кочевником. Когда-то, давно. А ты слышал об Иисусе Христе? Че все вдруг вспомнили про Сантьяго? Приятели мои как-то с ним работали. Приятели, видать, в возрасте. Ну, Сантьяго это... Ты куда, в Афтерлайф, что ли, пришел случайно? Охереть не стать. Гулял случайно по городу, и в этот пришел. Ничего себе. Ну, ты его, видимо, такой уж легендой не считаешь. Кочевник он был городской. Нашим и вашим, короче. Только ведь так не бывает. Либо ты хранишь верность своей семье, либо нет. А верность друзьям за настоящую не считается? Считается. Только на ней Сантьяго и погорел. Он погиб, потому что один придурок решил уничтожить Аросаку. Хороший друг. Любопытно. Слышал про Сантьяго? Он тоже был кочевником. Когда-то давно. А ты слышал об Иисусе? Офигеть, вы че? Все вдруг вспомнили про Сантьяго. И пропустить нельзя? Приятели мои как-то с ним работали. Приятели, видать, в возрасте. Ну, Сантьяго это человек легенды. Конечно, он не образец для подражания, но... Такое тогда было. Шух! Удачи. Даже ничего не сказал. Стоял так сурово посмотрел. Падре. Может быть он что-нибудь скажет? Трудно вести дела в Хейвуде. Железная рука нужна, чтобы всех в узде держать. Не в том дело. Нужно внушать уважение. Лишь оно не даст здешним волкам тебя сожрать. Это твоя территория. Без контроля не удержишь. Просто большинство волков меня боятся. Крутой падре. Могу я задать личный вопрос? Задай, но не факт, что я отвечу. Почему ты подался в священники? Вера, Божья благодать. Я долго этого не понимал, но постепенно пришел к Иису. Кыш, кыш, кыш. Я верю в Бога, Ви. Надеюсь, когда пробьет мой час, он тоже поверит в меня. Слушай, а ты не бываешь у мамы Уэллс? Без Джеки ей, наверное, нелегко. Она сильная женщина. Она и без меня справится. Ты знаешь, о чем я. У Джеки были враги. А если кто-то захочет рассчитаться? Никто ее не тронет. Поверь. И, кстати, вот тебе... Падре сказал, Падре сделал нахер. Так будет правильно. Ясно, Сяма? А потом поговорим. Вая кондиус. Угу. Так. Обалденно. Чувак с дымящимся хером. Банан. Вот это отличная просто. Ну, сначала Мередит наберем. Мередит. По-моему, такая-то... В самом начале, по-моему, она была, да? Чувак с дымящимся хером. Ха, банан. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, отличная аватарка. Ну, че там? Фред Тренера. Еще кто-то неизвестный. А-а-а, который предупреждал, что, типа, не надо, не надо вот с этими вот, э-э, мозгопромывочными мерами не трегать их. Иначе будешь уметь делать с нами. А я, в итоге, сказал правду. Ну-га. А че-то он как-то не это. Хороший диалог. Офигеть, да во сколько здесь тут? Джейк Эстовес. Вы издеваетесь, что ли? Понятно. Это, видимо, будет история долгих наборов еще. Отмотаем. Угу. Бестия ответила. Слушай, бестия. Нет у тебя случайно какой-нибудь работы? Нет. Совсем ничего? Серьезно? Для тебя нет. Ты чего это, бестия? Я ведь могу и к другим фиксерам пойти. Да, пожалуйста. Если тебя устраивают мелкие заказы за грош. Вот с ними я работаю. У них за плечами десятки заказов. Они доверяют друг другу. Поставь себя на мое место. Если они узнают, что я собираю за их спиной команду и зову в нее тебя. Нормально будет? Декс дал тебе всего один заказ. И ты феерически все проебал. Ты знаешь, как все было. Да какая разница? Никого не интересуют твои навыки, Ви. Всем важна только репутация. Думаешь, почему ты работаешь один? Короче, просто сделай то, что умеешь лучше всего. Я могу задать личный вопрос? Да, пожалуйста. Рискни. Ты хорошо знала Джонни Сильверхенда. Какой он был? Джонни? Да, Джонни. Вокруг него сейчас столько же слухов, сколько и 50 лет назад. И все они противоречат друг другу. Я знаю, что вы с ним были близки. А почему? А че телефон? Какой был Джонни? Сильный? Самонадеянный? Бескомпромиссный? Он на полгорода сжег, лишь бы доказать свою... А вторую половину сжег бы шутки ради. А она откуда здесь взялась? Как ребенок с коробком спичек и канистры. Горючего. Не повезло. Мягко говоря. Ладно, это не важно. Она у себя как бы сидит. Ну, глюк игры. Она телепортировалась на лавку. Хе-хе-хе-хе. Хорошая игра. Хорошая. Тот план с Хельманом в итоге сработал. Знаю. Обесточить половину города, чтобы сбить одну ави. Раньше у нас только так и работали. А как работают сейчас? Гораздо осторожнее. Сейчас ценится расчет о неумении импровизировать. А ты скучаешь по старым добрым временам. А, если бы мне тогда сказали, что я стану фиксером, рассмеялась бы в лицо. Это заслуга по нам. Вот это она дает. Просто телепортировалась. В курсе. Поэтому я тебе и... За какие-то эти... Да, все. И что, она теперь так и здесь и будет сидеть? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ай, блин, какая красота. Вы гляньте это. Хе-хе-хе-хе. Лордыня в сиянайт-сити. Хе-хе-хе-хе. Ай, блин, а. Я не могу. Так, а если я ее наберу? Офигеть, телефон просто вообще нанотехнология. Мало того, что... А-а-а. Вон она сидит. Мало того, что я набираю кого-то по телефону, так еще и телепортируются, прикиньте, прямиком... Прямиком, так сказать, это... Туда, где это... Суть разговора. Это же вообще обалдеть. Кто звонит? Через телефон вытаскивает. Хе-хе-хе-хе. Ой, дурдом, а. Ой, дурдом. Дурдом. Блин. Баги, конечно, эти вообще просто огонь. Виктор, Вектор. Удачи. Удачи. Кому-то удачи сказала. Ай, какая хорошая игра. Хорошая игра. Че-то не пойму, я... Я даже не нажал набирать, он уже сам набирает. Увидимся, Юта. По корове. А, Виктор, Вектор, все, спонял. Диспетчер полиции, ну-ка. Ле, полиция, тут бестия. Летает по городу. Я думал, я единственный, кто освоил навыки суперпрыжков. И оказывается, нет. Ой, нахера я его набрал. Слышал про Сантьяго. Ой, блин. Короче, нихрена больше никто не отвечает. Ну, за исключением таких, как Фиксеры, там, летающие бестии по городу. В общем, коль так, тогда, думаю, давайте-ка здесь мы на этом и закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие крутые прохождения. Снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Доцент. Пока-пока.